Я купил струны на маркетплейсе и пожалел. Сейчас я вам расскажу в этом видео, почему и как отличить подделку от оригинала. Все мы часто пользуемся маркетплейсами, и там можно встретить разные бренды по цене в два раза меньше или полтора. Но можно вместо оригинала получить подделку. Эти советы помогут выявить подделку и сохранить ваши деньги. У меня сейчас в руках находятся две пачки из маркетплейса и две пачки из специализированного музыкального магазина. Если ты сразу сможешь отличить, какая подделка, какой оригинал, напиши в комментариях. Если не смог отличить с первого взгляда, сейчас я расскажу, как это сделать. Начнем с комплектов для электрогитары. Сейчас у меня в руке неоригинальная и оригинальная. Вы можете заметить, что это более синеватое, это зеленое. У неоригинала можно заметить, что упаковка более тонкая и она больше шелестит. У оригинала же упаковка плотнее и видно, как она поблескивает. Также явное отличие у упаковок, вы можете заметить герметичность. У оригинала пачка герметичная. Если вы сжимаете, воздуха не выходит. Там используется газ аргон для того, чтобы струны не окислялись. А у подделки можно заметить, если вы сожмете, сразу выходит воздух. Это нехорошо. Можно еще также заметить, что у оригинала маленькая елочка. У неоригинала большая, крупная. У оригинала также можно заметить, что пайка здесь не до конца. Ее можно открыть как конвертик. У неоригинала запайка до конца. Открыть вы так не сможете. И последнее, на что еще можно обратить внимание, это наличие черной полосочки у оригинала. На неоригинале такого нет. Если упаковка прошла проверку, и вы забрали струны домой, то самое время открыть их, посмотреть конверт, сами струны. При вскрытии сразу бросается в глаза упаковка, конвертик. Он сделан из некачественной бумаги. Также можно заметить, что пропечатка здесь некачественная, видится в проблеске. Сама бумага напоминает бумагу для запекания пергамент. Теперь откроем оригинал и сравним с неоригиналом. Открывается как конвертик, что очень удобно. Бумага сразу качественная. Сразу видно качество бумаги. Сама бумага плотнее. Распечатка также качественная и некачественная. А теперь давайте же откроем струны с оплёточкой и посмотрим их качество. Это не оригинальная струна. Видно, что она отдаёт каким-то не таким оттенком, не никеля, так сказать. Дешёвым сплавом. Вот это уже у нас идёт никель. Яркий. Как подобает. И пока я держал в руках, в оригинале у меня струна уже чуть не раскрутилась. У подделки струна так скручена, что сама по себе она не раскрывается. Много витков. Также можно заметить, что не на оригинале более шершавые струны. На оригинале более мягкие и гладкие. По структуре также это темнее, это светлее. На что ещё следует обратить внимание, что у оригинала более скруглённые бочонки. А на не оригинале они плоские, грубые и вообще по цвету отличаются. А теперь давайте сравним длину. В данном случае две струны совпали, поэтому параметру вы не отличите. Оригинал или подделка. А теперь перейдём к струнам для акустики. Сразу можно заметить, что у оригинала цвет более насыщенный. У не оригинала тусклый. По параметрам все те же признаки, что у набора электрогитары. Та же ёлочка. Плотность упаковки более плотная, шуршавая. Давайте посмотрим. Склейку. Тоже до конца. И также наполовинку, чтобы можно было открыть как конвертик. И наличие чёрной полосочки у оригинала на месте. Теперь давайте же откроем их и посмотрим. Начнём с не оригинала. Открывается тяжело. В глаза бросается конвертик. Он опять так же сделал и той же бумаги. Тонкая бумага и плохое качество печати. Посмотрим, что у оригинала. Упаковка настолько плотная, что также можно заметить внутри наличие дополнительного слоя. Ведь там же у нас находится аргон. Воздуха там просто нет. Конвертик сразу видно. Качественный. Также можно посмотреть, какая качественная у нас печать. Упаковка плотная. У не оригинала вся мятая. Цвет другой. Также щёлкает. В пачке с оригиналом всегда можно заметить рекламашку. Также на актуальный продукт, который у них вышел. И на приложение. Ссылочку. Также в оригинале пачки можно заметить код, который вы можете вбить на официальном сайте Ernie Ball. И проверить качество и оригинальность продукта. На не оригинале такого вы не увидите. Откроем же струны и посмотрим, как они выглядят по структуре и по своему качеству. У не оригинала можно заметить, что струны более желтоватые. Также бобинка более грубая. Посмотрим оригинал. Струна сразу вылетает, как я только её достаю. Видно сразу намотку маленькую. Здесь надо сидеть и распутывать. По цвету они отличаются. Также в оригинале струны более гладкие. Эти шероховатые. Теперь вы знаете, как определить качественную упаковку от некачественной. Также конверты, какие бывают. По структуре также струн. Как они легко разматываются сами по себе. Я рекомендую покупать струны в специализированных музыкальных магазинах, чтобы не попадаться на подделки. И последнее. Поддельные струны надо менять гораздо чаще. Даже в два раза больше. И они звучат хуже, чем оригинальные. КОНЕЦ